Привет из Киева, столицы Украины. С вами Виктор Фурсов, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии и Академии наук Украины. Сегодня 6 марта 2015 года. Я в Киеве в лаборатории показываю вам вечерком вот такой необычный, забавный объект. Что это такое? Сразу открою загадку, это клещ. Почему я его решил вам показать, используя свободную минутку в качестве хобби. Видите, какие длинные ноги у этого клеща. Потому что нашел я этого клеща, и всех этих клещей, которые здесь даже не помещаются под объективом уже просвечивающего микроскопа, под увеличением 200. Потому что нашел место в супермаркете. А точнее говоря, жили эти клещи на грибах, на шампиньонах. Вот пришлось на кухне чистить грибы, и оказалось на шампиньонах вот такое множество быстреньких, шустреньких, бегающих с нижней поверхности между пластинок клещей. Их сразу же было легко распознать, что это клещи, что это не насекомые, потому что клещи, они, прежде всего, похожи на паучков. На то они и клещи, у них в виде тела, в виде такой колбаски, или можно сказать, бутона, слитая все. И четыре пары ножек, а впереди длинные отростки. Это ротовой аппарат. Вот здесь, например, вперед выступает первая пара ног, а между ними находится щупальца ротового аппарата. Поскольку здесь экземпляры темные, они плохо просвечиваются, но вот на одном из более светленьких, который еще может быть молодой был, на нем хорошо видно щетинки, которые покрывают тело клеща. Это важная составляющая часть клеща, щетинки, которые используются для определения видов, очень важны для систематиков. Место их расположения, форма, размер, строение щетинок бывает множество. самых забавных и особенных. Кроме того, используются разные другие морфологические признаки, корреляции между ними, сопоставление размеров. Вот мы с правой стороны видим ротовой аппарат, коротенькие такие, щупальца, четыре придатка, и потом идет внизу четыре пары ног, и сверху тоже четыре пары ног. И длинная, цельная, на объемном микроскопе видно разделенная полосой тела клеща. Вот клещ подвернул ножки, схватил кусочек мицелия. Что же делали грибы на клещах? Клещи на грибах. Точнее говоря, вот здесь перевернулся клещ, очень забавно, выставив в правую сторону переднюю пару ног. на грибах. На грибах они, конечно же, жили, попросту говоря. Жили, множество живет клещей на грибах, и они питаются грибами, поэтому не бойтесь, даже если вы увидели клещей, не надо пугаться, бояться, выкидывать, а вы их смело сварите и приготовить из них вкусные грибочки. А на грибах клещи подпитываются, они питаются мицелием, делают в плодовых телах ходики, поэтому туда попадают множество бактерий, и грибы начинают портиться, темнеть, терять свой внешний торговый, товарный вид. Тем самым они, если размножатся в огромном количестве, приносят некоторый вред в грибоводстве, портя внешний вид грибов, и, конечно, если еще вы их заметите, то им мало приятного покажется. Затрудняюсь сказать, что это за вид. Если специалисты подскажут, всегда рад. Я нашел, что такие виды клещей, как торзанамиды, обитают, но не думаю, что это они слишком какие-то длинные ножки. Торзанамус мицелиофагус обитает, например, на грибах терофагус или тероглифус, микофагус также обитает, димедиатус, тероглифус димедиатус, линоподекс антеннаепис, пигмифорус, различные виды рода пигмифорус. Так что, если вы знаете видовое и родовое принадлежность, хотя бы примерное, семейство здесь, пожалуйста, пишите комментарии, буду рада вашим комментариям. Видите, такие интересные родовые аппараты, очень длинные ножки, клещи очень активно передвигались, прятались между между пластинками нижней поверхности шампиньона, где было их как раз очень удобное место обитания. Так что, вот такие клещи, клещи на шампиньонах из супермаркета в Киеве, конечно же, их можно прекрасно поймать и в природных условиях на грибах, собранных где-нибудь в лесу, а не только в тепличных, на тепличных грибах. Так что, если вам понравилось это видео, если вас удивили такие замечательные, необычные клещи, не бойтесь, пишите ваши комментарии, ставьте лайки около видео, подписывайтесь на наш канал, спрашивайте, советуйтесь по поводу вредителей, а мы будем вам показывать новых вот таких веселых и необычных жителей нашей планеты. которые всегда есть чем нас удивить. Все, пока, пишите комментарии, до следующих встреч, удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.